КОЛЕКТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ ДОРОГАМИ ПРЯТКОВ Не хочется ругать наше отечество, наше правительство, дело неблагодарное. Обращаю внимание, что автономная энергетика могла бы решить этот вопрос. Поэтому необходим заказ общества на новую автономную энергетику. Поэтому необходим заказ общества на новую автономную энергетику. Вот приехали в село Костенки, дорогие друзья, 21 век. Зашли в магазин прокупить что-нибудь директору музея как подарок. И с чем столкнулись? Электричество не работает, говорит местный житель. Вырубают практически каждый день. Огромное количество людей, которые не платят за электроэнергию. И всему селу, всем скопом выключают электроэнергию. А в магазине, холодильнике, товар, касса не работает. Вот что происходит 21 век, дорогие друзья. Не хочется ругать наше отечество, наше правительство. Дело неблагодарное. Обращаю внимание, что автономная энергетика могла бы решить этот вопрос. Поэтому необходимый заказ сообщества на новую автономную энергетику. Ну вот это Южный парк. Так, подожди. Расскажи вообще, представь человека. Да. Где ты находишься, представь. Я являюсь заместителем, руководителем Воронежского отделения научного центра исследований Космо-Поиск. Работает наша группа уже давно. С 1981 года мы изначально назывались секцией по изучению аномальных явлений при научно-техническом обществе радиотехники, электроники и связи. Ну а сейчас мы вошли в состав Космо-Поиска. То есть круг ваших вопросов было изучение ТО, изучение аномальных зон, хрономиражей, хрона аномалий. Всех аномалий во Вселенной. Да, ну в Воронежской области. В Воронежской области тоже. Ты являешься главным специалистом. Не главным. Я заместитель главного, да, так скажем. Ну, скажем, знаешь все места аномальных явлений, посадок в Воронежской области. Можно сказать, что осведомлен достаточно по этому вопросу. Вот наша группа первая сюда прибыла на место посадки. Так, а что это зависит, как это было? Значит, рассказываю. В 1989 год. 27, по-моему, сентября. Значит, до меня доходит информация. Я авиационный инженер, работал в то время на авиационном заводе. Меня достаточно хорошо знали там по вот этому профилю моей деятельности. Я и лекции читал, ходил по линии общества знания. Ну, и, значит, у меня как-то в отпуске было. Мне звонят домой, говорят, я ищу женщину по поводу НЛО. Я говорю, ну, подойду сейчас. Встретились с ней у проходной авиационного завода. Она мне рассказывает. Прибежал сын, глаза круглые. Села тарелка, выходили оттуда инопланетяне. Нас много ребят было. Мы играли в футбол в южном, вот этот южный парк как раз. В этот южный парк. Да, вот там, вон, аппоризированное футбольное поле, где ребята играли в футбол. Вот, значит, что, как было дело. Увидели, что-то блестит в небе. Точка серебристая. Ниже, 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 видим, значит, НЛО-диск. Ну, как он, как он, яйцеобразный такой, но в форме диска. То есть, сечение чечевицы, получается. Ну, и он, говорит, начал опускаться, золотополь зацепил. И тополь, говорит, согнул. А когда он начал садиться уже... Это вот этот вот тополь? Да, 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 да. Вот, когда, говорит, он ниже стал опускаться, она вырвалась верхушка, отыграл назад, но согнутость так и осталась у него. Вот он до сих пор, этот тополь. То есть, там наверху это увидеть можно будет? Ну, отойдя в сторону куда-то, да? Ну, видимо, он уже прошло сколько лет-то. Вот, отросло тут уже все у него. Вот, а здесь, вот, в этом промежутке, мы сейчас подойдем сюда, да, двигаемся. Замеряли какими-нибудь приборами, баллокацией, разумеется, рамками там, дозитами. Вот этих деревьев не было здесь ничего. Значит, вот здесь вот это все сидело, вот на этом месте. Значит, по их словам, значит, объект сел. Прямо вот в это место? Да, это был люк, люк тоже тут был, да. Он же, он и был здесь. Да, да, так сейчас ее реконструировали, он кирпичный был здесь. Этих деревьев здесь не было? Не было этих деревьев, уже потом поршель пошла. Значит, этот диск садится, люк открывается, выходит существо, да. Да, существо, ну, высокое, ну, под 3 метра. Сам объект, по их описанию, где-то метров 5 высотой. Вот, и диаметром, ну, наверное, так метров 8, может быть, и 10. Такой приличный размер. Ну, видимо, до того дерева не дошел, там старое стоит. Ну, да. Согнул бы. Нет, да, где-то вот в этом положении было. Кстати говоря, по этому кругу-то и деревья-то, в общем-то, и растут. Ну, уходит так, да. Ну, вот, значит, они стоят, вот, ребята там, часть здесь, часть от этого забора шли. Мальчики шли с двумя девчатами, все же это тоже вы видели, все это дело. Вот, потом оказалось, что я и участковый видел. Вот, дом тут 12-этажный, оттуда было видно. Много, ну, десятки очевидцев было. И по порядку вот выходит, получается? Ну, вот он вышел, значит, за ним вылетел, как они говорят, ящик вылетел. То есть, это параллелепипед, где-то полтора метра длиной и где-то, наверное, чуть меньше метра высотой. Этот ящик, говорит, начал вокруг этого объекта летать. А это существо, оно, говорит, обошло вот так объект и подошло к тополю. Подошло к тополю вот сюда. В руках у него палка или там посох какой-то. Короче говоря, предмет. Вот, он втыкает в землю, дырку нашли, потом была эта дырка здесь, значит, диаметром, ну, спичечный коробок. Как лоб? Вынимает этот, значит, кол свой, обходит опять, заходит в объект, закрывается лег, поднимается объект, выше тополя, зависает и мгновенно входит в точку. Ящик зашел с ним. Ящик залетает туда. Значит, мы, первый я попал сюда один, ребята мне показали все это дело. Трава была, трава была. Ну, как? Ничего потом, голова не болит, давление? Я расскажу, были ощущения, даже это отразилось на организме, так скажем. Сейчас расскажу, все по порядку. Прихожу, тут трава была достаточно высокая, она вся закручена по часовой стрелке. Вот здесь четыре вмятины, как будто шар какой-то. Ну, как многие. Опора. Да, значит, и я посмотрел, грунт весь измельчен, как вот порошок тубной такой, как будто еще и вращалось все это дело. Вот, значит, дырку эту они мне показали здесь. Ну, налицо, что что-то здесь происходило. Знаешь, здесь что-то было, им это нужно было, а не специально. Да, ну, этих сотовых не было, только один у меня с телефоном был коллега из секции. Созвонили с ним, я сейчас не могу, я на рабочую, короче, только через два дня сюда же с аппаратурой попали. Я тогда думаю, что же делать, да, зарисовал я все это дело, у меня автоаппарат не было, я зарисовки сделал. И, значит, со слов ребят, их рассказ записал. И еду в газету «Коммуна областную». Тогда уже секретность с этой темой была снята. Також, после восемьдесят девятый год, да. В восемьдесят девятый, девяностое. И Олег Столяров у меня знакомый был, корреспондент там. Я приезжаю, говорю, Олег, вот такая штука получается, что будем делать? Сейчас сделаю, сейчас буду готовить заметку. А тут у него как раз в кабинете Лебедев, это корреспондент ТАСС по Воронежской области. Он, оу, все, давай, пиши, мне текст отдашь. И он прямо на ТАССовскую ленту бух, и это по всему миру вообще. Тут началось, блин, и англичане, и американцы, и японцы. Японцы фильм сняли, а тут их микроавтобус стоял. У них кассеты украли с этого микроавтобуса, с уже отснятым фильмом. Она дефицитная была, для видеоммунитофона. Они его по новой снимают. Приезжает Жак Валле, мы едем с ним, встречаемся в Москве. Жак Валле, это уже известный. Да, там буква «Ж» на этом аппарате, короче, он тоже какой-то, буква «Ж» у него была где-то, была видна. Он нас внимательно оправил. На этом тоже был знак какой-то на аппарате? Да, по словам ребят, вот это «Ж» было, ну, «Ж» образное, да. А, русское, как русское «Ж»? Перекладинка и три вертикальные. Ну, горизонтальные и три вертикальных черты. Ну, такая вещь. Терризованные. Да, что это такое, или это, значит, что-то типа устройств технического, или какой-то знак, трудно сказать. Ну, и вот, короче говоря, закрутилось тут. Приезжает экспертная группа ВВД, приезжает отдел неподтвержденной информации КГБ. Приезжаем мы. У нас магнитометр, датик телурических токов и, значит, прибор, который замеряет статику. Статику, да. Статику. Все приборы показывают аномалию. Есть книга НЛО в Воронеже. И намного от этого места аномалия, скажем, вот туда за 20 метров, 50 отойдешь, там уже нет. Смотри, я рассказываю, это очень хорошо было зафиксировано УВДшниками. Они приехали, у них, значит, автобус, в нем микрофотолаборатория. Они приезжают и в темных пакетах раскладывают фотобумагу. Прямо от центра и где-то метров на 20 туда. Ну вот, постояли-постояли, часа два, они собирают эти пакеты, проявляют на расстоянии 10 метров за свечную бумагу. Потом все, что-то такое, блин, да. Оренберское излучение. Смотрим на свои ноги, какое-то ощущение что-то почесывается. У всех ноги красные. До колен ноги прям как будто вот в кипяток. Аллергия как будто. Аллергия, да. Но никаких последствий, значит, таких крутых не было. Только вот покраснение кожи было. Ну и слегка почесывалось. Вот это то, что ощущалось. Все данные, все таблицы по химическому анализу почвы, по приборам, все в книге НЛО Воронежа. Она есть в интернете. Там и фотографии. Дальше, дальше еще фантастичнее. Дальше вообще, если вот так вот описать, то кто-нибудь скажет. Это человек расскажет. Наверное, он точно лечится где-то. Ну, продолжай рассказ. Если время есть, конечно. Конечно. Ну вот. Короче говоря, все это в городе самый настоящий фляп. Каждый день НЛО над городом. Каждый. Я и то увидел. Вот. Ну, мне достаточно часто приходилось видеть. А тут прямо огромный вот такой вот бандура. По всему городу или вот в этом районе? Везде, по всему городу. Даже на видео удалось снять. Ребята, значит, снимали тренировку спортсменов. И случайно попался объект. Цилиндр тоже. Он виден с торца, как рог, потом развернулся. Значит, длинный объект. Это быстро оприходовали люди. И в гостинице сняли там зал. И за деньги стали показывать. Ну, 89-й бизнес начался. Ну, вот. И к нам идет огромное большое количество фотографий. Они вот там есть и в книге эти фотографии. То есть, получается, что НЛО постоянно здесь присутствует. Значит, в чем-то причина есть этого сделать. Да. Пытались выяснить. Да, конечно. Значит, один из наших ребят. Он бортинженер, значит, на нашем авиационном заводе. У завода свой авиатряд был. Бортинженер Л-76. Вот. А я там же работал. Я был инженер-технолог. Авиационный инженер. Это я по жизни. Вот вся моя основная специальность была. Я поэтому и в этой... Оказался и в этой проблеме. Тоже интересовались тем, как устроен двигатель НЛО. А там оказалось, что это больше философская проблема, чьи техническая. Но это отдельный разговор. Ну, короче говоря, вот это Слава Мартынов. Мы собираемся. Он говорит, вот я в госпитале, каждый полгода проходит комиссия. По голове там, по всем делам, что пригодим к полету. Ну, понятно, да. Ну, вот, говорит, очень интересный человек. А где-то под Жуковском, вот это госпиталь, под Москвой. Вот. Он говорит, человек очень интересный, экстрасенс. Вот. Он приезжал в госпиталь, видно, с кем-то или встречался, или по каким-то другим делам. И узнал про меня, что я занимаюсь, занимался расследницей. Ну, эти проблемы, как-то. Он прям, Слава, Слава, расскажи, чего. Он, я рассказал. Говорю, у нас много фотографий. Вот, как, может быть, вы посмотрите, как экстрасенсы. Он говорит, подгоняй мне фотография, посмотрите. Ну, и так получилось, что Слава эти фотографии передал ему. А забирать пришлось мне. Я, конечно, командирок полетел в Москву. И звоню ему по телефону, говорит, приходи. Прям домой к нему пришел. Он ведь фотографии отдает, прям смотрит так долго на меня. Мне, говорит, что-то тревожно. Это, говорит, точно связано что-то с вашей Нововоронецкой атомной станцией. Ну, я прям раз так думаю, ничего себе. Мы ее проезжали. Да. Ну, посетовали, да, а что делать? Пока не было никаких планов на будущее. Короче, я беру эти фотографии. Прилетаю в Воронеж. И еду не домой, а еду к Федору Киселеву, журналисту, в нашу группу входил. Он редактировал как раз книгу НЛО Воронежа. Я думаю, сейчас к нему поеду. Значит, может быть, мы этот эпизод включим в этот текст. В книгу или в текст. Ну, и приезжая к нему, захожу, и сразу же прям спрашиваю, Федор, ты знаешь же, я говорю, посмотрел, вот, Мусатов, это экстрасенс, говорит, что-то связано с Нововоронецкой атомной станцией. Смотрю, у Федора прям глаза округлились вот так. И он мне молча протягивает два листка бумаги. Вот, это как бывает в сериале, а пока перерыв, да. Да. Напряженность. Ну, вот, два листка бумаги. Это письмо, значит, авиационного техника нашего аэропорта. Игорь Едыкин. Я сейчас с ним на связи, он здесь, у Воронежа живет, сейчас работает на авиационном. Игорь Едыкин, этот, значит, был как раз осень, вот этот же период, когда здесь вот эта штука села. Да, да, да. А у него дача от аэропорта недалеко, от Воронежского. И он ходил пешком на работу. А дорога лежала через такой перелесок. Вот. Ну, и он, как всегда, идет, выходит на поляну, тропинка идет через поляну. И видит, над поляной висит шар размера с футбольным мячом. Зеленый, светящийся. Он отпешил, и так это потихоньку к нему. И слышит сзади кто-то тоже оборачивается. Тоже метр под три фигура. Серебристый комбинезон. Голова, значит, закрыта шлемом. Передняя часть шлема светится. И вот он его, когда увидел, его прям раз и развернул назад. И он как парализованно стоял и смотрел вот на этот шар. И на этом шарике ему показали Новый Воронеж. Он туда ездил часто. Тогда все туда мотались, потому что там был хороший снабжитель морсковский. Туда ездили со сгущенкой, апельсином. Перестройкой. То есть он шарик как на экране. Как на экране. Показали Новый Воронеж и показали, как взрывается атомная станция. Ну, и я тут вот, у меня уже глаза-то так округлились. Я говорю, Федор, садись, у тебя машинка пишущая есть. Пишем докладную в КГБ. Там занимаются охрана атомной станции нашей. Мы обязаны просто это делать. Ну да, довести до сведения, уведомить. На этом не заканчивается на этом история. Она продолжается дальше. Федор печатает эту докладную. Она есть во второй книге продолжения НЛО Воронежа. Книга называется «Три шага к тайне НЛО». Это уже я автор полностью. А ту НЛО Воронежа, это в социальце написано. И вот эту докладную он напечатал, только вынимает из машинки листы. И тут телефон звонит. Он берет трубку, звонит жена его. Ну, он мне потом передает, говорит, что она звонит, говорит, НЛО видит группу, стоит людей. А это недалеко, метров пятьсот от того места, это на правом берегу. Я говорю, ну, побежали тогда, чего ж. Собираемся с ними, выходим, смотрим, ничего не видно. Ну, мы идем туда, где она говорит. Там автобусная остановка, тут же телефонная будка звонит, стоит, откуда она звонила. Подходим, что? Вот мы видели, вот там шар висел, потом он опустился, потом вот так вот кружился, потом поднялся, вылетел. Где? Показывает направление. Прямо в том, где дом стоит, Федор. Начинаем смотреть по угловым размерам все. Вон на этом доме, где мы сидели, он и висел, этот шар. Когда мы разговор этот вели. Ну, то есть они контролировали процесс. Ну, как мы можем предположить. И на этом не заканчиваются еще. Не заканчиваются чудеса. Подходит из этой толпы женщина. Говорит, вы уфологи, да? Ну, да, вот мы в секцию тут ходим, в Воронежскую. Ну, вам, наверное, будет интересно. Я бывший работник Чернобыльской атомной станции. В тему. Сто процентов, в точку. Говорит, вот, за две недели до взрыва. Мы, говорит, сидели, смотрели телевизор. И вдруг изображение пропадает. Фильма. А появляется стилизованное изображение вот нашей атомной станции. И над ней, как вот атомный взрыв. Это грипп. Мы, говорит, стучать по телевизору. Что-то такое. А, говорит, ну, через минуту пропало все. А через сколько потом взрыв был? Через две недели. Две недели разница. А на Нововоронежской не было взрыва? Почему рассказываю сейчас дальше? История продолжается еще. На следующий день мы в КГБ, в приемной. Серый пиджак приходит. Здравствуйте, ребята, что? Да вот. А, ну, хорошо. Давай. Я говорю, ну, я на всякий случай, говорю, а он не расписался. Я говорю, на всякий случай, что я все в конверте пошлю. Чтоб штампом почты было записано. Ну, там не могли сказать, что не было. Ну, там посмеялись. Ну, ладно, 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 ребята. Ну, и все, и тишина. После этого никаких ни ответов, ни приветов. Что там в конторе, не знаю. Но интересное продолжение. Я лечу в очередной командировку. Сижу в нашем аэропорту в Воронежском. Вышла наша книга. А на обратной стороне обложки, там фотографии нашей группы. Ну, я сижу, мне этот, как у нас, контрольный или какой, экземпляр? Один из первых. Сигнальный. 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 Сигнальный или автор. Ну, и я прям, сижу, листарик, как подходит, дядька такой здоровый, в летной форме. О, какая книга. А может, смотрите, даю. О, это вы, да? Да. Так это к вам попало мое письмо. А этот, этот Игорь Едыкин, он говорит, елки зеленые, вот меня вы выгнали в какую историю. Меня, говорит, затаскали в контору. Допрос за допросом. Оказывается, еще один контакт был такой же, с другим человеком. А потом, говорит, приехала комиссия из Минатома. Меня они тоже опрашивали. Ну, я их спросил, чего и как. Они, говорит, мы проверяли все блоки. Второй мгновенно закрыли. Он готов был уже взорваться. Уже подготовили взорваться. А работники проворонили, что ли, этого? Нет. Не знали? Процесс похож на чем? Или только ваши письма, проверки определили, что вот должно взорваться? В том-то и дело, что там никаких догадок по этому вопросу не было. Только когда приехала комиссия и попросила внимательно посмотреть, что творится. И что-то там уже было на подходе, короче говоря. Вот таким образом, какой-то непонятный нам разум. То ли он инопланетный, то ли он земной, но другой цивилизации, которая относится. А вот этот первый контакт с этим, он как-то... Вы тоже связываетесь с Воронежской айси? Все один в один. Это была цепочка, была построена. Это все понятно. Потом где-то на Воронежском телевидении, а снялся, значит, отснятый сюжет, тоже меня... Здесь вот где-то я стоял, а в Воронежском телевидении на пленку еще снимало. И в сюжете получилось, что я стою в луче. Оранжевый луч вот так сверху идет и падает сюда. То есть мы сейчас тоже потенциально... Наверное, да. А тут, наверное, все вряд ли постоянно. За нами могут уже... Кто тут видеокамера какая-то стоит, ну, не наша явно. Но что-то здесь контролируется. Вот. Ну и, короче говоря, результат был достигнут. И они, видимо, остались довольны. Да, удовлетворенные. Пропал фляп. Активность высокая НЛО. Она держалась до весны, как раз до той поры, когда... Пока комиссия не приехала, не доказавался. Случай уникальный. Жак Валев свою книгу его включил. То же самое. Интересно то, что они предупреждают людей о взрыве. Ну, вот такими интересными способами. Не нарушай карму. Это только вот так осторожно. Причины следственной связи абсолютно. Через отдельных свидетелей. Да, чтобы мы доперли сами своими умом. Вот этот разум. То есть не то, что там послали сообщение в КГБ напрямую. Ну, когда пришли, да, здравствуйте, по другой планеты. Вот видите, сейчас у вас взорвется скоро, давайте здесь все менять. Нет. А помнишь, случай рассказывал начальник вооружения, носительский чтенник. Там вообще прилетели они, потому что грелась боеголовка. Да. Так что тут все, естественно, контролируется. Да. И это уже, можно сказать, уверенно. То есть в современном украинском конфликте они не допустят применения ядерных вооружений между Россией и Соединенными Штатами. Думаю, что да. На этом этапе что-то должно произойти. Или Гелландстонский вулкан включится. Сейчас что-нибудь будет. Да, поэтому Россия, ну если взять уже по большому счету, да, высоким стилем, Россия – это действительно источник духовности. Гарантия духовного прогресса человечества дальнейшего. Не будет России, не будет ничего. Штаты – это основа всемирного бардака и сатанизма. Поэтому, естественно, можно представить себе масштаб проблемы и как он будет решаться. Ну вот, все я вам рассказал, ребята. Интересно, наверное. Слушай, мы еще поедем после 20-го в Абхазию, там, съемки, ну, другим составом мы еще заедем. Ну, будет время, у тебя что-нибудь расскажешь. Ну, да. Хотим в Рамонт заехать, тебя расспросить вот так вот про Рамонтский овраг. Не был ни разу там, ни разу не был. Не был. А, Рамонтский какой? Где работа с Хроноаномалией? Хроноаномалия, расскажу, где примерно знаю, где он, в каком месте. Но он все время, место меняется. Все время меняется место. К нам гость пришел. Какая? Ярослав Сороев. Крупная белочка. Это вот, да. По части инопланетян. Да, да, это вот. Это как раз, по-моему, знак. Ну, она хочет, чтобы ей что-то дали. Ну, это естественно. В машине есть, сейчас мы тебе принесем. Надо принести. Все, на этом я ищу сюжет. Это самое, про Рамонтский овраг, ты вот так, вкратце. Все-таки инопланетян даже белки приходят. Да. Вкратце, про Рамонтский овраг, что вот нужно сказать? Не ходите за ней. Ну, трижды ездил туда. И все время место это вроде как находится, но оно меняется, мигрирует. Тебя не перебрасывало, как вот те хуже полки, другой берег оврага. Меня не перебрасывало, но я чуть не помер там. И когда третий раз искали, не нашли, я пошел по дну этого оврага. И еду, еду, мне все хуже и хуже. Длинный овраг? Он длинный, он тянется где-то километр на два, наверное. А я прошел метр пятьсот и уже не могу идти. Брык, еле выпался из него. Меня ребят подобрали, джип затащили, привезли домой, и 9 недель лежал пластом. Это к тому, что очевидец, который заходил туда, один вроде как нормальный был, а второй тоже себя почувствовал очень плохо. И первый, и второй на себе волок. Врача вызывал? Нет. Давление? Давление было нормальное. Все, не температура, не давление. Такое впечатление, что из меня всю энергию вышло. Все соки вышли, да, энергию. Да. То ли там природный фактор вот этого портала, то ли спорадически работает какая-то аппаратура еще с тех времен. Трудно сказать. Там надо вести... Местные знают. Местные не ходят, боятся туда ходить. Какой-то зверь оттуда вылезает. Много вот таких же историй было, когда люди попадали в Кугу, перебрасывал. Там циклист какой-то был, тоже рассказывал. Людей там мало осталось. Вот это, значит, село Каверье. Там осталось 5 или 6 домов. Осталось, наверное. Кстати, название-то Каверье. Ну да, да. И название Ра-Амон. Амон-Ра. Да, Ра-Амон. Там уже находили, раскопки делали, то артефакты египетские находили. А по зверю предполагалось драконь и сущности вот эти? Ну, все-то по их разговорам, это как чупакабра, типа, вылезал оттуда. Здорово, как собака с длинными ногами. Это другое. Вот. Ну, туда тоже можно съездить. Но я не уверен, что мы это место опять найдем. Так-то я его на карте, на космическом снимке, можно определить. Но это опасно опять. Видите, меня чуть не пришибло. Тогда не надо. Раз это уже понятно все. Да. Надо делать добрые дела, а не заниматься поиском чертей. Это разные вещи. Тем более, они и так видят. Вот в Боголюбово, поедите, в Губаре у Боголюба, они рядом там, вот где Мегалиты находятся. В Губаре у Боголюбово. Я тебе скинул. Там, по всей видимости, были, когда-то стояли какие-то храмовые постройки, а может быть, еще какие-то стояли. Это, судя по всему, ко времени Атлантиды относится. Во Хавкарате вообще описывается город Варанаси. Варанаси. Да. Варанаси, который стоит между реками Варана и Аси. То есть, хоть Ворона и... Тот, который... Да. Воронеж и Усмань. А тот, который Варанаси в Индии сейчас, он стоит на Ганге. В других реках. Да? Это не подходит никак. Да. А там, значит... Там и разбросаны мегалиты под землей сейчас, они получаются. На протяжении 50 километров эти вот... от этого разброса. Линия разброса, да. Вот в лесу, но я не найду сейчас. Водил человек, к сожалению, он погиб. Там плита торчит, шлифованная. Прямо из земли. Из гранита и... Аполлированная, да. Что там было? Вот из земли луки, это 7 излучин. Вот он идет. Вот. Видимо, на этих излучинах стояли какие-то храмы, постройки энергетические. Ну, интересно. А там их найти-то легко? Посмотри, я расскажу. Вы сейчас едете, въезжайте в Губарево. Набирайте на навигаторе Губарево. Ну. Въезжайте в Губарево, увидите впереди, по любому мнению, пройти храм. Подождите, извини. Сейчас запись идет, сейчас вся публика мира знать будет вот это место. Немножко это самое. Давай мы ее потом с Вячеславом обсудим. Хорошо. Вы же на связи, ребят. Да. Ну и все. Да, да, да. Давайте интервью заканчивать. Ну все, да. Спасибо вам за долготерпение, с которым вы меня выслушали. Завершаю, Вячеслав. Да, спасибо большое, Александр, за чудесный рассказ. Это очень было интересно, потому что как мы связаны с космосом, с неземными цивилизациями, что мы не оторваны тут, не брошены. И вот ты правильно сказал, что тут философские, духовные аспекты. Именно так. Но это не значит, что мы должны становиться тунеядцами, надеяться на кого-то. Только своими руками и ногами. Этот вот пример, он является для нас как показательным. Что да, нам покажут там направление, но по этому направлению мы должны идти уже сами. Своими ногами. Отсюда и мяч, отсюда и потом там, и там. И вот эти сведения обстоятельств, это непросто. Совершенно верно. От души. Все, спасибо. У нас и старший братик, который с нами в ВКонтакте. Давайте сфотографируемся. Ну все, можно выключить. Коллективная фотография на память. Дорогами предков. Так, сейчас, знаешь, что я хотел? Коллективная фотография на память. Дорогами предков. Так, еще раз. Субтитры добавил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обращаю внимание, что автономная энергетика могла бы решить. Этот вопрос, поэтому мне необходим заказ сообщества на новую автономную энергетику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обращаю внимание, что автономная энергетика могла бы решить этот вопрос. Поэтому мне необходим заказ сообщества на новую автономную энергетику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Обращаю внимание, что автономная энергетика могла бы решить этот вопрос. Поэтому мне необходим заказ сообщества на новую автономную энергетику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА